Нам со зрителями любопытно это узнать. Он реально... Ты что, конченый, блядь? Ой, извини, микрофон забыл выключить. Конченый, блядь. Да я пиво наливаю, угомонись, животное. Сука. Он не врет, он реально ссал, я помню, в бутылку от Нести. Да, да, наш урок. Я сейчас включу вебку обратно. Все, я здесь. Зарубай. Блядь, не тот стакан. Вот это реальная проблема. Стоят два стакана. Один с саками, другой с украинскими. А давай я покажу сейчас оба, а ты выберешь, какой из них с саками. Включи в стрим вебку. А я включил. Ее нет. Блядь, перезагрузи. Да, он такой аватарк себе поставил. Прям Сергей, он еще себя Сергеем называет. Прям, ах. Правильно пишет. Сергей. Боже, какой ты ужасный. Он вообще... Ай. Алло. Ага. Здравствуйте. Ленок серия. Спасибо за подписку большое. Я уверен, это именно с саками. То есть, вот, более чем уверен, потому что ты не кривишься. То есть, ты пьешь то, что ты пьешь обычно. Да, угадал. Я могу показать саке, но я чувствую, тебя будут очень много репортить. Так, а там еще не видно, что ты ссышь. Там просто будет, грубо говоря, субстанция, да? И все. Но они будут пытаться. Но попытаться. Я могу попытаться выебать Анжелину Джоли, но... Скажи честно, ты хочешь его? Кого? Волка? Я боюсь, этот волк настолько... Его шерсть пропахла потом, что этот волк будет за километр чувствоваться. Он у меня 3D-шный, объемный, понимаешь, из-за моей фигуры. Еврей, у меня в общежитии 5 лет назад не мыли кастрюлю полтора месяца. В ней плесень не стала больше макарон. А, это нормально. Я помню, когда я... Меня мама заставляла жрать борщ, а я пиздец, борщ ненавидел в детстве. Я что делал? Я брал его, засыпал в кулек, пока мама по телефону куда-то отходила. И после этого я выкидывал борщ за диван. А потом этот диван реально через пару лет решили переносить. А, не ж, твердые, там вот эти борщички, вот эти мои стали. Мои борщи. Вот это было отвратительное зрелище. Привет, удачного стрима. Ты мне так и не ответил на прошлом стриме. Куда можно в Одессе сходить? Можно сходить в аэропорт и уехать отсюда раз и навсегда. Хотя, Фокс, это лучшее, что можно посетить в этом городе, честно тебе говорю. Вот на полном серьезе тебе говорю. В туристическом смысле здесь делать нехуй абсолютно. Совершенно. Ну, разве что, если ты хочешь ее погреть, свою попку на солнышке и покупаться в море, где все ссут, срут и с прочими другими венерическими заболеваниями, тогда да, тебе тут явно понравится. Но тогда только летом. А что здесь делать? Есть одна история про море и вот это вот все выделение. А что здесь делать в другое время года, я не знаю. У меня нечего делать, кроме как... То есть ты хочешь сказать, что ты в детстве не пытался влечь в речке или в море, ни однажды не прыгнул в спирс, ни не наглотался воды? Я все детство вообще-то на море провел. Ну вот, и все закончилось тем, что меня потом обсыпало. Ты довольна глотался воды. Обсыпало? Обсыпало? Меня однажды обсыпало, и после этого я на море... Я на море не хожу уже, наверное, лет с 13. Так не надо было ебаться со своей мамой. Причем тут море? Так я после моря меня обсыпал от воды. Понимаешь, я покупался, потом у меня сыпь появилась. Вот, и это ужасно. Море грязное, оно воняет, везде куча бичей. Понимаете, есть пища... Но, кстати, нихуя, у нас есть платные пляжи. Вот, но их очень мало, потому что, блядь, всякие крестьяне... О, я не могу заплатить 100 рублей за 6 часов! Вот, и из-за этого у нас очень мало платных пляжей. Ну, скажу честно, я с Настей очень лоханулся. В первый раз, когда мы пришли на море в Одессе, мы с ней пришли туда буквально на часик, и мы за 200 гривен или за 100 гривен сняли, взяли лежак, то есть его нужно арендовать там на частном пляже. Ну да, это нормально. Да, но он арендуется на целый день. И отдать за него 200 гривен – это хуйня. Но когда ты пришел на 40 минут, отдавать 200 гривен за лежак, чтобы просто удобно сесть и переодеться – это поц. У нас в Одессе таких, как вы, называют очень просто. Коротко и понятно. Просто поц. И все. Бля, такое хуяное слово. Я его обожаю, блядь. Поц. Ну там, объективно, нет слова лучше. Более звонкое, короткое. Такое демонстративное. Только не начинай битву, пожалуйста. Не начинай битву, парень. Просто закрой рот, нахуй. Напишите в чат-плюсик, и как он закончит. Мама этого пидора такая же. Ай, сука. Ай, сука, он себя таки одел. Ладно. Привет, Леша, так пришел на стрим. Че было? Здесь был секс. Ты опоздал. И теперь секса нет. Мы слежем все еще здесь. Ну да. Поэтому, ну, понимаешь, пляжи я ненавижу. Они очень-очень много людей. Особенно сейчас, когда Крым стал российским. Теперь в нем вообще никто не стал ездить. И теперь еще больше людей начало ездить к нам. Из-за этого... А ты перепутал чашки, да? Нет, это как раз правильно. Но это пиво. А, это оказалось пиво. Так вот, после того, когда Крым стал российским, в Крым вообще все перестали ездить. И теперь всем, ну, надо же летом где-то погулять. В Крым нету, теперь остается только одеться. И из-за этого теперь на пляже вообще нельзя ходить. Я столько совкового быдла никогда, блядь, не видел. Оно же все раньше в Крым ехало. Вот, ему в Крыму там ближе было. Ну, там, какая Брестская крепость. Господи, как ты крепость в Крыму-то называется? Забыл. А, ты тоже не знаешь, значит? Тебя не слышно? Хуй, скажи. Тебя не слышно? Как будто пропал. Ну, вы поняли, какая... Ласточки на пиздан? А, Ласточки на гнездо. Вот, я Брестская крепость в Беларуси забыл. Я там был, между прочим, там очень красиво. А, да. А еще там один чувак с нее спрыгнул и разбился. И они все туда ездили не к нам. И это было охуенно. То есть, в Одессу ездили молодые, а в Крым всегда ездили старперы. А теперь, сука, все ездят сюда. Это ужасно. Ну вот. Хули вы выебываетесь? Я сразу себя исправил про Брестскую крепость. Я сразу понял, что я эту хуйню спизданул. Хороший, кстати, лучший фильм России – это Брестская крепость. И, наверное, поэтому я его и не смотрел, но да. Нет, чувак, действительно, я тебе говорю. Из-за этого времяпрепровождения на море, ну, очень хуёво. Я не знаю, кому оно может приносить наслаждение, когда ты лежишь на каком-то сраном лежаке. Лежак – это еще дорогой пляж. На обычном пляже, на каком-то полотенце, где рядом с тобой загорает мужик в стрингах с обвисшей жопой. Это же отвратительно. Всем привет, ребятки. Я сейчас на стриме Лёше. Передайте привет. Ты же реально себя сейчас снимаешь. Да. Ты решил стать блогером. С каких пор ты решил записывать влоги? Показать мою новую превьюшку моего нового влога, который выйдет завтра. А почему ты его... Ладно, сейчас уже поздно выпускать, да. Сейчас уже поздно, я сегодня не успевал. Показать? Ну, покажи. Сейчас. Ты демонстрацию крану тебе сейчас держишь или что? Сейчас. Демонстрацию крану. Сделать демонстрацию крану будет лучше. Можешь открывать личку и... А, ну давай тогда в личку скинь, окей. Ну-ка. Я как будто смотрю передачу Бергрилса, новая серия. Выживаем в катакомбах. Алло, я тут. Я вырубил нахрен программу, которая меня обрабатывает, потому что она заебала вырубаться. Хуйня какая-то. Чувак, ты, блядь, как будто не в Москве, ты как будто в какие-то горы, блядь, приехал на выживание. У тебя сзади 100-килограммовый рюкзак со всеми средствами, там, моющими, там, спирт, спирты. Ты не понимаешь, это же Москва. Там страшно. Превьюшка, я не знаю, ты, наверное, ее день делал. Вот все это время, две недели, что ты монтировал влог, ты делал эту превьюшку, да? Нет, мне делал я мой фотошопер. А, значит, это у тебя еще и фотошопер такие превьюшки. У меня, да. Ага. Я просто сказал, знаешь, шапика, и он такой, ни слова больше. И перерисовал тебе хуй карту, да? В смысле? В смысле? Бля. Пока, Леш, я спать. Спокойной ночи, сладкий. Иди спать. Фотошопер. Прикинь, я говоришь, мам, я фотошопер. Мам, я фотошопер. Сын, чем ты занимаешься в этой жизни? Я фотошопер. И потом батя говорит, я вот не думал, что наш сын станет фотошопером. У меня сегодня новый модер появился. Кто она? Сколько заплатили? Это он. О, то есть перешел на все-таки на... Да, на мужчин. Вот. Пока что я не знаю, кого он забанил. Я проверю после стрима, но я вообще банить запретил. Но у него ник, чтобы ты понял, Джоли Пидор. И что послужило вот на такое мое очень скорое решение, это то, что он подписан всего на три канала. На мои два и на твой. Я понял, что это просто элитарный подписчик. Это, блядь, ты тупой. Опять Леша признает откровенного долбоеба, который был забанен сорок раз на наших каналах. И его новый аккаунт за элиту. Конченый. Охуенно. И про что будет твой влог? Смотри, Путина знаешь? Слышал. Вот не про него. А сколько будет хронометраж? Это знаешь, это как дневники разработчика, только это дневники влогера. Чего, блядь? Сказать, сколько идет влог? Да. 25 минут. Нихуя себе. Нихуя себе. Я, кстати, свой тот влог на втором канале таки открыл, потому что, блядь, его скрывать уже было бессмысленно. Его столько раз перезалили, что, понимаешь, там был один перезалив. Он, правда, вот прикинь-ка, это обида, он забанился случайно. Ой, в смысле? А как так вообще возможно? Я не знаю, я к этому никак не причастен совершенно. А ну ладно. То есть вышел влог, который... Вообще к этому... Перезалил ролик, полностью идентичный твоему, позже, чем ты на своем канале, и его забанил? Я не знаю, чувак, это какая-то странная хуйня произошла. А, ну вот, бак Ютуба, скорее всего, раз бак. Скорее всего, да, бак Ютуба. Но просто вот этот факт меня немножко испугал, то, что у Перезалива активности больше, чем у меня, что? Ну, и, наверное, Ютуб, да, там на тот момент было реально больше. Вот. Там было 60, у меня было... Просто он делает хэштеги, Итпиди родил монстра. Там, Фостер спасал на Итпиди, и хэштеги там. Да, и все, и поэтому так оно здорово пробирается в топы. Не, Леша, извини меня, конечно, но ты сколько не выебывался, что ты бы сделал это за вечер, но ты посмотришь мой влог и поймешь, что там работы поболят. Чувак, я сделал тот ролик, который я сейчас показывал, за пару часов, не за вечер. Я просто... Окей, тогда покажи... Самое... Что? Тогда покажи вот эту картинку на стриме, что я тебе скинул, и скажи, что... Бля, чувак, ты выебываешься монтажом, который не сложный ни разу. Леша. Ну, для человека, который... Я вырезал каждый свой вздох, блядский. А я ходил при этом. Я шел, привет, ребята, мы сегодня в Москве, идем в KFC. Это было ужасно. Я вырезал каждый вздох, я вырезал из шести часов. Только им заплатили за то, что они ходили и позорились рядом с жирными, потными мужиками в таких нелепых костюмах. Она получила больше, чем если бы она получила, стоя на Ленинградке где-нибудь за ночь. Нет, к сожалению. Обидно. Но реально монтажа до пизды, посмотри. Все черные точки серые, это означает, что там монтажа просто тьма. Чувак, монтаж это когда ты добавляешь эффекты, когда ты добавляешь анимации. Переходы, анимации. А это называется просто кат-кат-кат-кат-кат. Да, кат-кат, ну такой вот дохуя. Кат-кат-кат-кат-кат-кат. Вот. Некоторые женщины себя не ценят, я считаю. Это самая большая проблема. Какие-то переоценивают, а какие-то вовсе не ценят. Вот быть космойрщицей, это стремно. А как ты прокомментируешь вот что. Был стрим у Хориды. Стрим четырехдневный, беспрерывного стрима, за которым мы собрались 100 тысяч рублей. Да. Где были прихолощенные... Короче, похуй. Ну да. Знаешь, там было 5 топовых новых мониторов закругленных. И ты не один не сфиздил? Нет. Там было 5 топовых компов за 200... Он был в Одессе. Он был в Одессе, и так ничего и не научился. Да. Послушай, там было 5 топовых... Приди в хату с мониторами, блядь, и у тебя... Блядь, да заткнись ты на секунду. Там было 6 топовых компов за 300 тысяч каждый с подсветкой. Там вот это все. Ну ты понял. Короче, 5 топовых мониторов. Компов, компов, компов. 5 топовых компов за 200-300 тысяч. А мы играли все время практически на Соньке. Ну, так... На одной трехлетней давности Соньке. Не Слинке, не Прошке, а старой древней Соньке из офиса Юбисофт, где я скачал свои игры. Какого-то... Ну, потому что... В смысле... Так, что ты мне пытаешься доказать? Это не игровая платформа, это говно льбаное. Это в смысле играть не во что. Все, что мы делали практически большинство времени, это играли на PlayStation. Разве что еще в Сейсгоу можно. Вот только в Сейсгоу. А, не играли мы в Сейсгоу. Не играли. А что еще на пекарне есть? Ну, мы там игру с бомбами играли с теми, как какую-то на разминирование. Прикольную, кстати, на самом деле. Охуенно. Ну... Симулятор Шахида. Ну, бля, я пойду по ССУ. Ладно, ты иди по ССУ, а я тогда попрощаюсь. Сал законченный из сал в стакан, но на самом деле нет. Я просто надевал себе пиво. Ну, ты... А, это ты пивом называешь, я понял. Блядь, он так из сал реально. Да не сал, это разное пиво, успокойся. Пиздец, а к нему кто-то Давид придет какой-нибудь, и потом он ему плеснет в этот же стакан пивасы, блядь. Разное пиво, еблонад, посмотри, тут разные бутылки пива. Я просто... Ой, все. А то я все равно оправдываюсь, какая разница. Леша, ладно. Я просто реально писать очень... Чуть терплю уже 20 минут. Все, пиздец. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, я не знаю как сейчас, но годами ранее, где-то лет, наверное, 5 назад, была целая субкультура из долбоебов, которые превращали смысл жизни в то, чтобы прыгать на турниках, брусьях, спорт, кашка, творожок, молочко, куриная грудка, рис и так далее. Спорт, Миша Маваши, ЗОЖ и так далее. И вот эта зараза коснулась моего лучшего кореша детства. И я думал, это пиздец. И в какой-то момент я понял, что, наверное, я полностью перестал с ним общаться, потому что это просто полный пиздец. Потому что наше, хотел сказать, свидание. Почему свидание можно говорить только в условии, если ты говоришь про женщину? То есть, с девушкой свидание. Общу с мужчиной, не может быть свидание. Свидание, встреч. Я это не... непонятно. Все наши встречи заканчивались тем, что он вел меня на турники. Я сидел на скамейке и смотрел, как он под музыку пытается делать солнышки, флажки. Как он там пытается подтягиваться. И на какой-то момент я понял, что все, это просто полный пиздец. Потерял пацана. Ни о чем, кроме как о культурализме, культурализме, культуризме, каких-то мистеров Олимпии, блядь, общаться было нельзя. Не знаю, каким образом, но он, по-моему, от этого вылечился. Не по-моему, а он реально от этого вылечился. То есть, с ними пивка нельзя было хряпнуть. А в школьное время, ну камон. Это достаточно приятное было времяпрепровождение с бутылочкой. Он ничего не пробовал. Это было ужасно скучно. Кошмар. Поэтому, если у вас есть кореш, который резко начал увлекаться каким-то дерьмом, есть шанс, что еще что-то может измениться. Как резко он на что-то подсел, так резко он может с этого и слезть. Кстати, у меня такой вопрос. Вот где-то вот тут находится недалеко Чукотка. Здесь где-то Аляска. В чем разница? Вот меня обвинили всякие там российские патриоты в том, что я что-то там не понимаю в России, и я хуйню несу. Вот русские патриоты, поясните, пожалуйста, почему здесь Аляска, а почему здесь Чукотка? И когда мы сегодня говорим про Чукотку, то мы вот видим примерно вот это. Видим примерно вот это все. А почему, когда мы говорим про Аляску, мы видим вот это? Это я еще... О, мне даже авиабилеты предлагают. В Чукотку авиабилетов не было, кстати, заметьте. Мы видим вот это. При том, что между ними... Можно какие-то вот... О, вот, вот что-то... Это разве Аляска? Это, по-моему, не Аляска. Это не Аляска. Блядь, как же она, сука, долго работает? Вот это Аляска. Вот почему вот так все происходит? В чем проблема? Ветер, разница в этом, как его в площади, не в площади, а в расстоянии, но вообще же небольшая. Давайте я лучше уточню, она дырь. Это замечательный пример. Как, вот, вот, что, что, что не так? Вот почему здесь так? Хотя здесь еще более-менее неплохо. Ну, как неплохо. Нос-то закрой рот. Ну, как неплохо. Но, но, тем не менее. А здесь вот... А можно без природы, блядь? Аляска без природы. Мне не надо вашей природы ебучей. Я... Понятно. Он мне еще больше природы дал. Придется в гугл-карты лезть. Ну, просто же у меня вот... Меня же никто не объясняет. Вот. Я сделал конкретное... Просто закрой рот, нахуй! Чего, блядь? Какая же она гигантская. Пиздец, как ее дешево продали. Да, ёб твою мать. Это какой-то населенный пункт. Я сомневаюсь, что сюда можно спуститься. Очень сомневаюсь. А, нет, можно, потому что это Америка. Ну, блядь, на самом деле в какой-то жопе тут не особо-то... Не особо-то и... Не особо-то и радужно, и прекрасно. Но, тем не менее, почему-то я чувствую, что... Здесь такое все хуёво, потому что это... Это вот что-то вот такое маленькое здесь. А вот если посмотреть здесь... О, вот тут что-то уже более-менее населенное. Здесь аэропорт есть. Блядь, какая же она пустынная, пиздец. Я даже не знаю, куда посмотреть-то, ёб твою мать. Ладно, давайте просто на дорогу посмотрим. Он, сука, не падает никуда. А куда он может упасть? Где вообще в Аляске жизнь происходит? Я не могу понять. Той, которую я видел на картинках. Где она? Где она? Я же просто не разбираюсь в Аляске вообще. Уайт Маунти. Блядь. Я хуй знает, куда надо тыкать. А, можно просто сюда тыкнуть. Я вообще протупил. Вот Аляска. Вот Аляска. Я просто тыкал куда-то не туда. Это какие-то там нежилые села и всё такое. Вот примерно так выглядит Аляска. Примерно вот так выглядит центр города. А давайте лучше мы реальные фотографии видим. Вот реально. А не фотографию одного и того же дома. Посмотрите, здесь все фотографии одного и того же ракурса. То есть, смотрите. Раз, два, три, четыре. То есть, одни и те же фотографии. Давайте видим настоящие. Настоящие фотографии. Подписывайся. Это не, это, извините меня, не Чукотка. Смею, смею, смею верить, что это не Чукотка. О, а тут мы что-то видим уже совершенно, совершенно, совершенно другие. Нет, 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 нет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа. Вот она, вот она. Мой любимый блогер, которому очень-очень не любят все патриоты. Которому они очень-очень-очень не нравятся. Но это старые фотки. Блядь, держится вот надо к стриму более тщательно. Готовится. Потому что найти с первого раза все вот это говно, его практически невозможно. Ну, здесь жопа, блядь, ну, видно же, просто чисто совковая жопа, блядь. Просто хочется вот тех фотографий, которые именно я видел. Потому что, извините меня, вот это по сравнению с этим, то есть, ну, блядь, здесь можно жить. Здесь есть почтовое отделение, здесь есть аэропорт, здесь есть всякие фастфуды. Вот, блядь, найдите мне в этом городе, пожалуйста, Макдональдс хоть какой-нибудь. Здесь пупа, блядь, бараки, нахуй, для рабочих каких-то фабрик. Это ебучие хрущевки, которые выкрашены в цвет, просто в ядовитые ебанутые места для тех, кто будет хуярит на вот этих фабриках. Здесь нет жизни. Отсюда молодежь вся сваливает, в этом смысл города. То есть, если кто-то сейчас увидел ровную дорожку, сейчас кукарекает мне в чате, то можете идти спокойно нахуй. Вот здесь есть жизнь. Здесь можно отдохнуть, какой-то караоке. Здесь есть рестораны, аттракционы, блядь, жизнь нахуй, это очень важно. Здесь курорты, блядь, аэропорты, нахуй. Здесь есть бизнес. То есть сюда могут ехать за инвестициями, блядь. Какие-то представительства крупных компаний. Здесь, нахуй, бараки. О, уже реальные фотографии. Уже едем реальные фотографии. Вот, вот, что не так? Вот почему здесь так? А почему здесь так? Вот, блядь, сука, до сих пор задаю вопрос тем людям, которые говорят, «Тебя, блядь, тот поц разъебал, тот поц разъебал». Кто, блядь, разъебал, блядь? Разъебет меня тот, кто мне объяснит, почему сегодня Аляска вот так, а, сука, через 200 километров, нахуй, вот так, блядь. Поп, 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 поп. Вот почему через 200 километров так, а через другую сторону 200 километров вот так? Вот тогда кто мне ответит, я скажу, «Да, меня разъебали, блядь». Никто же не отвечает. Готов признать, если вот вы реально приведете мне пример, по типу того, не знаю, то, что вот на Анадырь спустился вот 15 минут назад, ну ладно, день назад спустился какой-то страшный смерч, который всю цивилизацию, все небоскребы унес за собой, все представительства, банки, там, всех этих компаний вот унес, и еще не успели отстроить. Я скажу, «Да, это, это да». Егор Летов, спасибо за подписку большую. Недавно в Италии землетрясение было, первый раз такое ощущение, я ваху. У меня много раз землетрясение было, и... И, вот знаете, меня очень все раздражает, когда говорят, что, типа, у нас природа такая, блядь, красивая. Ну, что-то я, блядь, не восхищаюсь ей. Вот когда, вот, люди, которые были в Италии... Блядь, есть что-то больше, чем это? Почему? Я не знаю, где погулять, блядь, можно. Ну-ка, развернуть. Я просто хочу понять, куда можно кинуть этого петуха, где населенный пункт в этой ебанутой Аляске. Спасибо большое за 100 твоих тугриков. Землетрясения в Одессе, да, очень часто они происходят. Квантив, спасибо, спасибо. Считаешь Путина тираном? Что же его встречит Трамп? Обыкновенная процедура политиков. Они встречаются, друг другу улыбаются, и друг друга терпеть не могут, ничего особенного. Друзья, я обращаюсь ко всем тем, кто считает, что когда политики встречаются, что что-то между ними решается. Знаете, когда-то был пакт Риббентропа-Молотова, и там тоже вроде встречались, и вот что-то они обсуждали, да? Только самые интересные пункты договора никто не знал. Они были секретными. Если что-то действительно решается, простой люд об этом никогда не узнает. Помните, что самые интересные договоры, договоренности, там, пакты и так далее, они всегда, они всегда засекречены, и о них никто никто не знает. Поэтому меня не интересует, там, Путин встретился с Трампом, блядь, Порошенко приехал, нахуй, к Ким Чим Эйну, блядь, Ким Чим Эйн приехал к Мао Цзэдуну, блядь, Мао Цзэдун встретился с Гаем Юлием Цезарем, да вообще похуй. Это, когда вы об этом знаете, значит, ничего крутого уже не произойдет. Леша, твой контент топ, блядь, я за такой даже модерку был бы готов дать, я потек. Вы что, конечно, они дружат и решают судьбу стран. Да, да, это все исключительно такие дипломатические, демонстративные моменты, тонкости и не более. Поэтому все вот эти телефонные разговоры, там, знаете, Путин связался с Порошенко, блядь, и у нас в стране обсуждают, что же они там, блядь, говорили. Я вообще допускаю момент, что они с друг другом попиздели, блядь, на тему типа, ебать тебе конфеты охуенные, да, бля, у тебя... Что у Путина охуенного, кстати, может быть? Что у Путина, кстати, может быть охуенного? Я и не в смысле, типа, ничего нет, просто мне реально интересно у нашего, типа, он может конфетами гордиться, а чем Путин может гордиться? Просто закрой воду! Просто напишите, я не с точки зрения того, что, а что, а что, а просто вот интересно. Нефть, налоги, ну да, окей, у тебя... А, дача, да, у тебя дача заебает. А я думаю, нашего тоже дача нихуевая. Америка выглядит так, потому что у нее есть деньги, и она умеет их рационально использовать. Достаточно сомнительный аргумент, потому что при тех возможностях, что есть сегодня, да и вообще всегда были в России, и денег у них должно быть намного больше. Извини меня, извини меня. У Китая денег дохуя, условия почти такие же самые, как и у России. Просто Китай лишний раз... Ну, я это уже затрагивал, эту тему, вот этой паранойи Советского Союза, которая его и погубила. Главная проблема Советского Союза, почему он разрушился, это я уже на прошлом стриме озвучил, это мое мнение исключительно, я так считаю, что это паранойя и постоянная боязнь США, которая сподвигала тратить ебанутые деньги на военные расходы, на установку военных баз, на установку дипломатических связей со всеми республиками, блядь, планеты, давать миллиардные кредиты за возможность расположения советских войск на каких-то, блядь, африканских, нахуй, территориях или еще каких-то, просто за то, чтобы вдруг пиндосы не напали со спины и так далее. Вот у Китая этого не было. Поэтому, мне кажется, главное, надо бояться не США, а паранойи США. Вот этого надо бояться. Это самое страшное. Одну империю эта хуйня уже убила. Главное проблема Советского Союза, коммунизм. Да не было проблемы коммунизма, я считаю. То есть была проблема... Мне кажется, вот эта идеология, то, что они не могли достигнуть, она тоже многое повлияло. Но если судить по последним периодам времени, то есть Советский Союз разрушился не потому, что люди перестали верить в коммунизм. Ну, я от этого тоже отчасти. А из-за колоссальных экономических проблем, которые решались очень легко. Снижение военных расходов. Но что вы, что вы, пиндос! Вот снизим, сука, на вот 100 долларов, блядь, вот эти многомиллиардные военные расходы, сразу же пиндосы захватят. Сразу же, мы будем, блядь, голодать, но пиндосам страну не отдадим. Надо было снизить военные расходы, надо было открыть рынок. Что вы, что вы, капиталисты проклятые, ворвутся на рынок, пиздец, пиздец, нельзя, нельзя. Короче, маня Мирок. И вот ебанутый маня Мирок вот этим всем делом не закончился. Очень жаль, на самом деле. Джокерит. Как могла прийти к успеху страна, которая построена сомнение к несуществимой цели? Это вечный стимул. Спасибо тебе большое. Я тебя могу, кстати, в скайп позвать, мы могли бы это обсудить, на самом деле. Это интересный момент. Тем более, ну, безусловно, социализм, он иллюзорен. То есть, если коммунизм, он неосуществим, то социализм, он тоже неосуществим. Социализм возможен в каких-то конкретных отраслях. И эти конкретные отрасли, точнее, аспекты социализма, возможны только благодаря вот этому капитализму. Я посмотрел очень интересный 30-минутный видос по поводу социализма в Чехии, в Швеции. Я не помню его название. Можете вести «Социализм Швеция», и там тёлка ещё на аватарке. Там пацан, видно, очень грамотный. И он рассказал, почему в Швеции не совсем социализм. И он объяснил о истоках сегодняшнего социализма в Швеции, какой он. И я отчетно понял, что это действительно малодостижимая хуйня, но она в конкретных аспектах может быть. Потому что сегодня существующие социалистичные... Ну, нет ни одного примера в мире, чтобы социализм работал. Вот реально ни одного. И это показывает, что... Какой же ты охуенно дрочу, я тебе твой контент... О, боже, так приятно, спасибо. Спасибо тебе большое, Соня, блядь. Сегодня кто-то нассал у меня в подъезде. В этом тоже климат виноват, реки? Нет, чувак. В этом виновата географическое положение страны, которая влияет на мочевые пузыри россиян, которые не могут дойти до своего сортира. Есть замечательный ученый, которого звали... Почему? Фридрик Вархенштейн, который написал большую книгу о происхождении российского мочевого пузыря, который разъебывает все вот эти фантазии российских либерастов вонючих, которые хотят развала Россиюшки. Вот он объяснил, что засланы подъезды именно причина этого, что именно у нас собственный такой генетический... Вот у нас генетическое предрасположение, к тому, чтобы не ссать в унитаз. Это наш собственный обособленный менталитет, блядь. Вот вам, конечно, что я несу хуйню, блядь, а тот путь на полных щах это и заявлял, блядь. То, что какой-то ученый, блядь, написал, что в Сибири вообще жить нельзя. И он сказал, типа, он, конечно, снес полную хуйню, но, тем не менее, россияне великие, что они смогли жить в Сибири, блядь. Те, кто живут в Сибири, скажите, пожалуйста, чего в Сибири такого, что какие-то ученые, на которых ссылаются потом очень крутые чуваки, потому что иначе бы их мнение не прислушивали бы являться. Что там такое, что ученые пишут, что Сибирь непригодна для жизни? Что там такое? Я вот не понимаю. После 25-30 мужику тяжело найти девушку и остаются одни разведенки или потасканные. Ну, если он ищет с 25-30 летних, то да, но мужику в 30 ничего не мешает мутить с 17-летней. Совершенно ничего не мешает. Тем более, в этом возрасте ты как мужчина больше востребован. Хэзэ, ничего тут такого особенного. Но вот ученые, на которых ссылаются, пишут, что она непригодна для жизни, что вообще жить нельзя. Вот. Какой же ты охуенный, я дрочу на тебя твой контент топ. Спасибо. Посибочке. Посмотри разницу в городах Забайкальск и Маньчжурия. О, Маньчжурия. Очень хорошо знаю эту... Знаю, знаю. Забайкальск. Расстояние 1 километр. Ну, давай посмотрим Забайкальск. Давайте посмотрим. Возможно, это будет интересно. Да, чуваки, это, кстати, касается не только России. Не думайте, что я, типа, вот, хохол, который хейтит Россиюшку. С Украины ровно то же самое. Если ты будешь ехать из... Сука. Я сюда. И пытаюсь найти, так, где тут Запад Украины. Думаю, что-то, блядь, не то. Украина как-то побольше стала. Если вы будете ехать от Львова, скажем... Нет, 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 нет. Где Венгрия? Вот. Если вы будете ехать, пересекать границу Венгрии, вот у меня кореш недавно пересекал, он сказал, что, чувак, это просто пиздец. Контрольный пункт украинской границы. Жирные какие-то бедловатые мужланы в стремной форме. хомовитые, плюют на асфальт, у них разъебанные дороги, и буквально метр. Ты проезжаешь метр. Ты попадаешь на венгерскую границу, и абсолютно другая среда. Окей. Предположим, что ученые доказали, что Россия унес там географическое положение реки. Что с Украиной не так? Какое оправдание Украины? Давайте вот посмотрим. Вот. Вот. Контрольный пункт пропускной. Я боюсь, блядь, сейчас, наверное, попаду в какую-то суперцивилизованную среду, наверное, да? Нет. Нет. Я не попал, слава богу. Что мы видим? Штопанный асфальт, покрашенные бордюрчики, покрашенные столбики, блядь, замечательные заправки. Мы едем в сторону Венгрии. Венгрия далеко не самая богатая в Европе страна. Вот, скоро будет контрольный пропускной пункт. Сюда снимать гугловскую машину, походу, не разрешили. И попадаем сюда. И я уверен, мы сейчас видим совершенно другую среду. Да, друзья. Мы проехали, сука, метр, блядь, и уже другая дорога. Чего, блядь? Что в этом виновата, блядь, кроме как менталитет? Причем мы попали сегодня зимой, это еще зима. Там была весна, поэтому все цвело. Мы проехали, ебаный сука, метр, блядь. Что виновата в этом? Поэтому те, кто пытаются мне что-то, блядь, доказать, что менталитет ни при чем, нахуй. На нас монголы нападали, французы, хьюзы, блядь, те нападали, постоянные войны. Нет, блядь, только менталитет, и больше ничто, блядь. Больше ничто, только это. Я буду бесконечно про это говорить. Если вас это заебало, уходите с моего стрима, потому что, блядь, цель всей моей жизни доказать Русне, что она вонючая свинья, блядь. И что единственная проблема в том, что она ебучая, грязная, не цивилизованная, обоссанная свинья, блядь. И больше никто. Нет никакого великого прошлого. Ваше великое прошлое, то, что вы из-за страха быть расстрелянными, блядь, попали бы под военный трибунал или сослами на гулаг, шли под танки, блядь. Потому что перспектива сдохнуть под пулями врага, блядь, или раздавленными под гусеницами немецкого танка, это лучше, чем провести оставшуюся жизнь в гулаге, либо совке, блядь. Вот весь этот героизм, блядь. И больше не что. Я буду до конца жизни это говорить, потому что вы вонючие свиньи, блядь. И чем чаще я вам буду это говорить, тем больше вероятности, что вы... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok